Я покажу вам фокус с картами, которые вы с легкостью сможете повторить. Для начала отложим одну карту, которая отличается от всей колоды, а колоду перемешаем вот таким вот образом. Вы можете прям показать зрителю, что карты действительно перемешиваются, но если, например, он вам не доверяет, он может сам повторить и точно так же перемешать колоду. То есть карты у нас замешиваются друг в друга, все это дело мы подравниваем, и теперь задача зрителя также подснять колоду несколько раз, и таким образом мы сгенерируем случайную карту. На всякий случай даже давайте верхнюю карту уберем куда-нибудь в серединку, и следующую просто зритель смотрит и запоминает. В данном случае это десятка пик, и самое интересное то, что мое предсказание это тоже десятка пик. А прямо сейчас в магазине Нарошоп проходит предзаказ на вот такую необычную колоду синих коз с гильдированными краями. Вся информация находится по ссылочке в описании, можете смело переходить, оформлять предзаказ, потому что после предзаказа вряд ли у вас будет возможность их приобрести в магазине. Ну а мы переходим к обучению. Чтобы повторить этот фокус, вам понадобятся две одинаковые карты из разных колод. Карта, которая совпадает с колодой, идет второй сверху, а карта, которая отличается, идет самой верхней. И, соответственно, вы начинаете показ фокуса. Первым делом вы показываете то, что у вас есть одна карта, которая отличается от всей колоды, и откладываете ее в сторонку. Это ваше предсказание. Далее. Сейчас сверху у нас находится вторая десятка из оригинальной колоды. И вы просто кладете колоду вот так, и вам нужно перемешать карты, сделав обычный рифл-шафл на столе. При этом единственное, за чем вам нужно следить, вначале, куда у нас идет, в какую стопку, верхняя карта, а потом просто сохранить ее сверху. И все. То есть мы разделяем, например, вот так. Она у нас слева. И, соответственно, я знаю то, что вот эта стопка, ее верхняя карта должна пойти на самый верх после перемешивания. То есть я ее отпускаю позже всех. Соответственно, карта остается сверху. Разумеется, вы также можете разделить и вот таким вот образом. Просто тогда вот эта стопка пойдет в конце вот так. То есть вся ваша задача, это перемешать карты, сохранив нужную карту, наверху колоды. И мы задвигаем карты, но не до конца. И делаем вот такую ленту. То есть карты ставим от себя и раскрываем вот так. Первый раз можно не очень широко раскрывать, просто показав зрителю то, что карты перемешиваются. Вы будете делать то же самое, но чуть позже. И это движение нужно сделать оба раза, хотя сейчас оно ни на что не влияет. А когда зритель перемешает, вы сделаете его, и у зрителя не будет вопросов, для чего вы это делаете. То есть вы показываете то, что карты перемешиваются, и можно сказать зрителю то, что возможно ты мне не доверяешь, поэтому перемешай точно так же сам, чтобы ты знал, что нет никакого подвоха. Зритель может не уметь перемешивать, и это даже лучше на самом деле, потому что в таком случае вам будет еще проще. Он как-то криво-косо перемешает, и будет проще понять, где находится карта. В любом случае, когда вы даете перемешать ему, вы также следите за верхней картой. То есть, например, он разделяет вот так, вы знаете то, что она здесь, он также может разделить вот так, вы должны знать, что она здесь. То есть вы просто следите, куда идет стопка с верхней картой. Например, он разделил вот так, и давайте просто вот, он может перемешать неуклюже, и, например, вот давайте просто для примера вот так. Например, он перемешал, кучу раз сказал слово на пример, но ничего страшного, и после этого вы делаете ленту, но пошире, чтобы видеть, сколько карт находится над верхней. В данном случае одна, может находиться две, может три. В зависимости от этого, именно это количество карт вы будете убирать перед раскрытием карты. То есть после этого вы так подравниваете все это дело, понимаете то, что будет накрыто все одной картой. И теперь, чтобы закрепить то, что колода перемешана, вы просите зрителя подснять карты вот так. То есть тройное ложное подснятие. Когда вы его делаете, оно выглядит не очень, да? Но когда вы просите зрителя сначала поставить одну стопку сверху вот так, то есть вы не говорите сверху, вы просто просите его подсними стопку сюда, сюда и сюда. После этого на несколько секунд вернитесь к карте предсказания. То есть скажите, смотри, у нас здесь карта предсказания, и я уверен, что карта, которую ты случайно выберешь, будет совпадать. То есть мы немного уводим его от этих стопок, и после этого просим, показывая вот так, соединить их. Готово. Теперь у нас вторая карта в колоде, это десятка пик. И все, что нам нужно сделать, это убрать верхнюю карту. И мы это делаем под идеальнейшим прикрытием. Мы говорим, смотри, даже если ты думаешь, что я там мог как-то подсмотреть верхнюю, нижнюю, возьми верхнюю карту, убери куда-нибудь в центр. Возьми нижнюю, убери в центр, это абсолютно не важно. Ты сам перемешивал, сам подснимал. И теперь просто запомни вот эту карту. Не говорите верхнюю, просто говорите вот эту. Он ее смотрит, запоминает, и она идеально совпадает с предсказанием. Надеюсь, ролик, как и сам фокус, вам понравились. Не забывайте то, что по ссылочке в описании вы можете оформить предзаказ на гильдированную версию колоды синих коз. Ну а с вами, как всегда, был Неро Янг. Всем удачи, всем пока. Пока.